друзья всем огромный привет сегодня у нас четвертый урок курса lightroom от а до я и мы разберем с вами тоновую кривую в первой части урока мы поговорим с вами немного о теории чтобы вы понимали как устроена кривая а также научимся работать со светотеневым рисунком изображения с использованием трех разных инструментов работы с кривой rgb во второй части мы с вами научимся работать в цветных каналах вы очень быстро научитесь усиливать цвет на фотографии и конечно же получать интересное тонирование и киношную картинку на своем изображении давайте возьмем для примера две фотографии портрет и городской сюжет эти два жанра включают различные требования и поэтому использование тоновой кривой в одном и другом случае отличаются давайте сразу отметим основное главное правило обработки использование тоновой кривой является добровольным творческим приемом и вам решать использовать своей обработки кривые или нет я считаю что в любом случае надо знать и понимать как работает кривая для того чтобы эффективно ее использовать и наоборот как например случае с портретами и пейзажами я часто обхожусь без кривой а навожу красоту при обработке различными другими методами ведь самое главное это сделать качественный кадр обработать его можно по-разному и чем грамотнее вы используете свет в кадре неважно какой искусственный или природный тем качественнее изначально ваш исходник и тем легче и приятнее обрабатывать такую фотографию есть два замечательных на мой взгляд семейных фотографа чего творчество не оставит никого равнодушным это она ростовцева и илья двояковский так вот своей обработки она часто и эффективно эффектно использует тоновую кривую а илья добивается превосходного результата даже не касаясь этого инструмента за работой анны я наблюдал по ее туториалам в интернете а вот у ильи проходил двухдневный мастер-класс и знаю о чем говорю не понаслышке и в этом видео мы с вами ответим на два основных вопроса которые вы мне часто задаете что такое тоновая кривая и как ее использовать при тонировании цветокоррекции в общем при обработке фотографий а для начала я хотел бы заострить ваше внимание на rgb и далее вы поймете почему так что же нам говорит википедия и так rgb это аббревиатура английских слов red green blue красный зеленый синий rgb это адаптивная цветовая модель описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов которые принято называть основными выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчатка человеческого глаза наиболее распространенное цветовое пространство с использованием модели rgb это с rgb имеет по многим тоном цвета наиболее широкий цветовой охват который могут передавать устройство и поэтому для сохранения изображения и далее публикации соц сетях я очень часто своих видео рекомендую сохранять фото именно в этом цветовом пространстве в srgb и модель rgb появилась не в чьей-то фантазии не в чьей-то умной голове это физика цвета и если вы на черную стенку посветите с небольшим смещением прожекторами трех разных цветов именно синим зеленым и красным то в центре где равномерно накладываются все три цвета у вас будет нейтральный белый цвет а при наложении красного и синего получается фиолетовый цвет при наложении красного и зеленого мы видим желтый синий и зеленый вместе дает голубой а если мы будем повышать или понижать насыщенность одного или какого-либо другого цвета то мы таким образом можем наблюдать богатую гамму различных оттенков того или иного цвета вот как на этой картинке компания adobe далеко не первая компания которая отцифровала все цвета и позволяет нам создавать различные комбинации и оттенки как например в панели цвет фотошопе мы можем наблюдать вот такое окошко которое позволяет нам или пипеткой или вручную ставить значение и получать нужные нам оттенки при обработке фотографий и таким образом мы работая с цветом обрабатывая наши фотографии можем получать просто невероятное количество комбинаций которые даст нам каждый раз новый цвет новый тон новый вариант цветокоррекции все инструменты которыми вы пользуетесь и при цветокоррекции при тонировании все построены работают по этому принципу rgb а если вас интересуют такие понятия как цветовой круг сочетаемые цвета комплементарная пара цветовая схема обязательно посмотрите видео по подсказке сверху или по ссылке в описании к этому видео в лайтруме тоновая кривая как и раздельная сплит тонирования построены по такому же принципу с учетом комбинации цветов rgb то есть красного зеленого и синего и теперь давайте посмотрим как это работает итак друзья вот наша первая фотография с которой мы будем работать я сделал уже здесь базовую настройку цветокоррекцию добавил немножко раздельного тонирования но тоновую кривую пока не трогал и да эта фотография не обработанная сейчас как вы видите правом уголочки у здесь стоит у меня да давайте я сейчас нажму слышь и вы увидите результат обработки так вот фотография это уже обработанный в принципе имеет достаточно неплохой результат и давайте мы сейчас дальше продолжим работать уже непосредственно 100 новой кривой и так друзья вот инструмент то новая кривая как вы можете заметить здесь три цветных канала те самые rgb то есть red green и blue красный зеленый синий и есть общий канал который отмечен вот таким вот кружочком это как раз то место где все три цвета сочетаются помните мы светили прожекторами на стенку и там у нас в центре появилось белое пятно так вот это как раз и есть вот тот самый момент когда все три цвета сочетаются далее в девятой версии lightroom появился вот такой инструмент кругляшок если у вас более старая версия lightroom то у вас этот переключатель будет находиться по моему где-то вот здесь правом нижнем углу вот этого инструмента тоновая кривая теперь давайте заглянем в основные настройки я здесь специально контраст не трогал он у меня видите стоит на нуле и конечно это фотографии можно немножко улучшить сделать поконтрастнее но ползунок контраст работает достаточно грубо он не понимает каких местах лучше усилить контраст в каких ослабить он делает это ну просто вот таким вот общем махом общем скопом и это дает достаточно грубый и не такой красивый результат автоновой кривой мы можем использовать абсолютно любые полутона и почему давайте наложим шкалу и посмотрим как работает тоновая кривая и при наложении мы с вами видим что внизу у нас самая темная точка сверху у нас самая светлая . и это касается и канала rgb который при регулировке содержат себе все три канала это же самое если вы работаете отдельно в каждом канале вы также не забывайте что снизу у вас самая темная . в левом нижнем углу а в правом верхнем углу самая светлая . итак друзья при помощи канала rgb мы работаем только со света теневой схемой и кривая позволяет нам локально отрабатывать контраст в отличие от ползунка который находится в основных настройках а теперь давайте по порядку как же можно работать с кривой rgb начнем слева направо в левом верхнем углу окошко тоновая кривая есть вот такой вот маленький значок и он здесь находится неспроста если мы на него кликнем и обратите внимание я сейчас курсор навел на светлый участок и у меня тут же на кривой rgb образовалась . и это именно та . которая отвечает за этот светлый участок если я этот светлый участок хочу сделать например посветлее я просто аккуратно зажав левую кнопку мыши потяну немного вверх и как вы видите фотография стала не только светлее но и на самой шкале на самой кривой . приподнялась немного выше дальше я перехожу например не в самые темные участки а вот такие вот немного средней обращайте внимание сразу на кривой у меня появилась . и теперь я эти средние участки сделаю слегка потемнее также зажав лкм только потянув уже вниз теперь смотрим на кривую у нас появилась такая легкая s-образная кривая в канале rgb и давайте посмотрим что мы сделали то есть мы просто на все отключим действие этого инструмента вот такая немножко у нас с дымкой была фотография и вот такой вот мы добавили контраст и этого для этой фотографии даже в принципе было бы достаточно но я здесь поработал только с двумя точками и выбирая на изображение любые оттенки вы можете также аккуратненько делать их посветлее какие-то участки потемнее и наша кривая моментально включает себя дополнительные точки и дублирует все наши действия появляются дополнительные изгибы на этой кривой когда вы работаете вот именно таким способом старайтесь не делать так чтобы точки были очень рядом и чтобы они резко изменяли свое положение у вас тогда появится просто некрасивые контрасты некрасивые переходы между светлыми и темными участками то есть ваша кривая должна иметь всегда плавные изгибы и переход от точки к точке не должен выглядеть как резкий такой обрыв и так мы разобрали с вами вот этот самый крайний инструмент как можно работать с кривой это не очень удобный способ его гораздо удобнее использовать аналогичный способ фотошопе и этот способ используют когда например обрабатывают ну что-то увеличенное вот скажем так глаза когда делают ретушь глаз тогда увеличивают и очень легко использовать этот инструмент потому что на самой кривой нащупать где светлые оттенки где средние оттенки очень тяжело так вот вот это так называемая пипетка она очень помогает в таких случаях в lightroom этот инструмент честно скажу не очень удобный я им практически никогда не пользуюсь если вам вашей кривой что-то не понравилось вы всегда можете кликнуть вот сюда вид кривой задать и нажать линейная и ваша кривая сброситься до первоначальных скажем так заводских настроек теперь давайте перейдем к следующему инструменту вот этот значок в виде s-образной кривой нажимаем сюда и у нас сразу открывается дополнительная панель есть у вас lightroom старой версии то у вас переключение будет находиться вот здесь в левом нижнем углу далее как работать с этим инструментом ваша кривая разбита сразу на четыре составляющие то есть это самые темные участки тени и двигая ползунок тени вниз мы как вы видите получаем такой легкий изгиб темных участках изображения далее средний мы можем подвинуть выше или пониже получить дополнительный контраст в темных участках светлые можем приподнять и блики например можем опустить чтобы убрать излишнюю светимость мы получим также еле заметную s-образную кривую но которая позволила нам сделать более тонкий контраст изображения и если мы отключим с вами эту панельку мы увидим чего мы добились также дополнительно вы можете двигать вот здесь и таким образом получать дополнительный сдвиг в гистограмме который вам позволит слегка осветлить или затемнить те или иные области этот инструмент очень похож на инструмент который есть фотошопе и называется он уровней вот когда вы сдвигаете значение гистограммы вы таким образом можете также делать дополнительную регулировку средних светлых и темных участках изображения еще раз друзья обращаю ваше внимание что при обработке фотографий имейте ввиду что все это очень индивидуально нет каких-то готовых специальных рецептов а используют s-образную кривую именно для того чтобы слегка затемнить темный средний участки и светлые осветлить таким образом создав дополнительный контраст который мы наблюдаем используя свойства нашей сетчатки глаза двумя кликами можно сбросить все параметры до первоначальных если вам что-то не нравится и продолжить работу с тоновой кривой также если вы будете двигать вот здесь обратите внимание ползунки также будут двигаться но при этом у вас не фиксируются точки у вас . динамичная она одна она перемещается в ту область которую вам нужно и у вас высвечивается сразу некая подсказка виде вот этих дополнительных изгибов светлых участков где вам подсказывают как вы можете плавненько сделать изгибы вашей кривой и получить дополнительный контраст вот эти светлые участки можно использовать как дополнительную помощь при построении кривой но всегда смотрите на фотографию потому что вы работаете не с кривой не с этими показателями вы работаете с изображением а кривая это всего лишь инструмент который позволяет вам делать ту или иную коррекцию светотеневого рисунка выключим посмотрим вот такая у нас фотография была без кривой и вот такая фотография у нас при наложенной s-образной кривой при этом светлые участки как вы можете заметить я сильно прижал и получил такое мягкое изображение во всех светлых участках и так друзья все значения я сбросил двигаемся дальше слева направо выбираем теперь канал rgb посмотрим что же предлагает нам этот инструмент и так ну во первых здесь у нас есть дополнительные заготовочки если мы сюда кликнем то мы можем выбрать сразу средний контраст как вы видите у нас появилась вот такая вот легкая с образная кривая с расставленными уже точками которые вы можете дополнительно доработать есть сильный контраст вот такой вот он немного посильнее давайте я выберу средний контраст и теперь например я хочу добавить такой легкой винтажности этому изображению и для того чтобы нам это сделать нам необходимо точку черного и соседней точки приподнять немного выше в сторону светлых тонов таким образом осветлить самые темные участки сделать их более такими дымчатыми и тени в этом случае становятся более такие бархатистые мягкие более интересные использование этого инструмента вы часто можете видеть на фотографиях любимых вами фотографов за которыми вы следите и так друзья а теперь маленький лайфхак когда вы двигаете просто мышкой вот эти вот точки ваша кривая она очень сильно извивается и вам тонкие настройки нащупать очень тяжело первое что вы можете сделать при зажатой кнопочки alt удерживаете начинаете двигать точку и ваше движение становится более плавные далее друзья если вы не хотите двигать эту точку влево или вправо только вверх или вниз вы зажимаете кнопочку shift и теперь программа вам не позволяет двигать влево или вправо вы можете двигать только вверх или вниз итак запомнили кнопочка alt плавные движения в любую точку координат при зажатой кнопочки shift вы сможете двигать кривую только вверх или вниз и как я уже говорил я хочу сделать это изображение винтажном и давайте я зажму кнопочку shift и приподниму вот эту точку слегка повыше этого недостаточно нужно поднять наверное и вот эту точку которая находится рядом и вот как вы обратили внимание при такое значение с образной кривой когда мы вверх и и практически не изменили а нижнюю часть я немножко задрал слева у нас появляется вот такой красивый винтажный рисунок и так давайте посмотрим без кривой с кривой а если вы любите более тонкие настройки вы можете кликнуть на любую точку вот она закрасилась у вас белым цветом теперь вы можете просто вручную изменить ее положение я выделил левое окошко и теперь могу подвигать ее влево или вправо а выделив правое окошко увеличивая я могу приподнять эту точку вверх или опустить вниз таким образом можно добиться тонких аккуратных настроек контрастности таким образом друзья используя этот инструмент вы можете создать просто множество кривых которые вы будете использовать при той или иной фотографии но согласитесь что очень тяжело запоминать ту или иную кривую и каждый раз подстраивать ее под какую-то новую фотографию для этого в инструменте тоновая кривая у нас есть возможность создать маленький пресетик именно для кривой что для этого нужно сделать кликаем вот сюда задать и здесь у нас есть кнопочка сохранить кликаем сохранить у нас вываливается вот такое вот окошко и мы в названии соответственно можем добавить например вот так вот винтаж 1 сохранить как вы видите у нас сразу вид кривой появилось название нашего пресета если мы с вами сбросим до первоначальных настроек то этот пресет в панели всегда может нам помочь и сделать быструю корректировку которую мы уже можем дальше слегка немножко довести и подстроить по ту или иную фотографию если вы сюда добавите хоть одно малейшее дополнительное движение и измените положение любой точки хоть даже на единицу кликните дальше сюда на вот эти треугольнички задать у вас опять появляется кнопка сохранить вы нажимаете вы можете либо заменить либо дополнить сюда и сделать другой пресет либо этот пресет можете удалить он правда у вас сохранится до того момента пока вы не перезагрузите lightroom как вы только перезагрузите программу удаленный пресет исчезнет из вот этого списка задать я честно говоря не изучал возможности сколько пресетов здесь можно сохранить кто озадачился таким вопросом пишите в комментариях мне будет очень интересно и так давайте я сброшу настройки мы опять вернулись к первоначальному значению и теперь мы будем работать в каждом канале отдельно на этом друзья сегодня все творческих вам высот всем пока и до следующего видео урока по обработке фотографий